господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного иначе вы недавно говорили на собрании на нашем что ближе ко мне туда чтобы да да что вы против канонизации вообще каких-то либо людей и именно святых а тут ходатайствовали за канонизацию ездры пророка божия что вроде то есть нет ли в этом какой-то разногласия да есть как-то был отец кирилл сахаров он служит на берсеневке никольский храм около храма христа спасителя в москве на этой стороне и он был здесь и готова какая-то раздвоенность я говорю не раздвоенность у меня расстроенность я объясняю я объясню это дело вопрос ставлю так кто канонизирует и зачем я уже в это русло подхожу канонизировать это точно знать что он находится на небе откровения было нет собирает комиссию как человек жил смотрят подгоняет его не нравится еще то есть биографии его выбрасывает ну какая-то канонизация вот я допустим открываю сейчас первое послание коринфянам давайте прочитаем почему мои мнения то такие первых послания коринфянам четвертая глава и пятый стих вот он стоит посему не судите никак прежде времени пока не придет господь который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение и тогда каждому будет похвала от бога значит речь говорит о том что доколе приедет господь он еще не пришел второго пришествия нет что он только осветит скрытое во мраке она является скрытое и самим намерение намерение сердечное помышление никто не знает человек может как мы смотрим там поисия там сисой великий хоронит человека весь город рыдает за сто лет такой праведник только один раз рождается а он подошел и видится сатана и трезубец три вынимает из него душу приходилось деканонизировать сразу канонизировали потом опять размещали канонизация это выдумка выдумка а как тогда в церкви не было канонизации народное сознание канонизировало то есть этого слова не было в мартиролог записывали это свидетели взирая на кончину жизни их подражать и вере их вот вот об этом то здесь как раз и не говорится слепая матрона что она была благовестница какая нет что-то она сделала открыла нет сдумали сделать раскрутку сделали все сейчас матрона 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 до этого на ксения петербургская мужской одежды ходила все время прикинулась под юродивую все сделали сделали святая теперь уже и все время нужен новый какой-то толщок вот мы прочитали 1 корида 4 5 он полностью исключает претензии на то чтобы канонизировать на как узнавали как умер за христа остался верный больше ничего нет это первое поэтому я согласно библии против этого господь не пришел скрытое во браке еще не осветил помышление намерения никто не знает второй вопрос правильно ли канонизирует вот у меня есть календарь вот можно показать даже очень хороший православный церковный календарь покажи сюда как следует алё покажите как следует это за какой год мне подарил кажется отец ян суворов патриарх еще был алексей 2 и вот в конце дается имена имена женские мужские вот я спрошу сколько имен мужских то да сколько кто его знает на 750 ну они все время новое подписывают а женских 250 то есть три раза меньше а сколько мужских имен употребляется не больше как 53 то есть 7 процентов там и примерно а какие именно а люди даже на это не смотрят а нравится во имя бабушки во имя дедушки володя владимир николай сергей игорь вот там еще там миша назову где-то времена то все юра вот больше ничего и нету то есть сегодня такая узость во всем и и в этом а надо называть вот календарь в какой день родился в тот день так и называть вот 10 июня по новому а по старому 28 мая я родился посмотрели а там имя какое инокентий игнатий и в тихий и родители не выбирали а кто крестил он выбрал это имя игнатий и заметьте я в жизни ни разу не встретился с человеком которого бы назвал игнатий то есть у меня не появлялись рядом игнатий а володя любой жизни и волония ты хочешь насмотрелся смотрите какие имена были я просто напоминаю к календарю надо относиться серьезно по нему называть это святца раньше назывались у меня отец тихо на у него братья были степан на ум амос но не новый амос а ноги где на ум еще можно найти у меня и мама мама три брата была макаре филарета мануила это не имена которыми монахи себя прикрывает филарета ты узнай его имя то он михаил был если говорят сегодня кирилл а он не кирилл там вот там и другое у него имя было у нас два епископа один епископ и в тихий а другой антоний один иван иванович была длина иван тимофеевич мирские имена я это все подговариваюсь к тому что списках вот здесь среди тысячи имен женских мужских мужского имени не канонизированы ездра а он написал книгу одну посмотрите видно нет книга первые ездры дальше считаем мы вторая книга ездры не каноническая третья книга не за таинственная книга как откровение так это в самом деле это здорово а еще кто а вот смотрите открывая неемия это друзья ездры неемия во первых что они сделали что за то чтобы их признать святыми во первых оба правоверных иудея за которыми ни одной погрешности ни одной давидом два смертных греха сделал там убивал сжигал в печах и счет и к не делал церковь признала его святым но действительно царь бог так его избрал у соломона уклонился зажженными языческими построил им капище идолом их божеством полностью свихнулся старик и с кем бы мы нигде не посмотрели моисей за моисеем было даже в обетованную землю и то господь его не запустил аарон а за неемией и ездры ни одного прегрешения ни одного вот говорим великий канон андрея критского а его написал человек который анафему шестому вселенскому собору подписал своей рукой почему такой канон из него господь и высек повторяя не еле и ездра люди на которых нет пятнышка даже по ветхозаветным эта вещь удивительная удивительно в пример ставят многих людей а их не ставят дальше а что они сделали в первую очередь они сохранили веру среди народа в плену они строго наблюдали за всем сколько могли далее имея связь с царем вот в каком году он был он услышал заплакал как бедно живут в юнасалиме какая беда не имя и добились разрешения вернуться из плена всю нацию вывели из плена это единственный раз за всю мировую историю было такое это не то что там еврейские какие-то потомки полукровки выезжают сейчас там где-то это одновременно все там не была организация в нср как как сейчас выискивает полукровок пушечное мясо для израиля тогда были только пророки божие не еме и ездра повторяю ни одной погрешности второе они вывели народ божий великое дело единственный раз за всю мировую историю второе а они отстраивают иерусалим в этих книгах написано им принадлежит вдвоем четыре книги в нашей библии православной дальше они начинают строительство храма ну там за равовель дальше будет как построено все великое ли дело храм построить иудея было одно из величайших я говорю громко потому что плохо слышу никого передо мной это я на повышенных тонах говорю дальше что они еще сделали не еме и ездра они вдвоем составили свод ветхозаветных книг которые выше до них как бы ни они у нас бы псалтыри не было вдумайтесь в это у нас бы не было книг моисеева в пяти книжах даже переоценить нельзя что они сделали филарет митрополит переводил библию на русский язык макарий алтайский оба канонизированы они только переводили готовые а они книги эти среди множества подложных нашли действительные воняши святые люди они установили празднование субботы заново били рвал им в волосы на голове на бороде которые нарушали закон о субботе они восстановили закон божий далее они сделали всеобщий развод святое семя израиля сконцентрирует в одном месте полукров всех отправили я перечисляю то что они сделали это авторы четырех книг люди собравшие свод книг ветхого завета и их нету среди канонизированных нету ни одного нееме у православных нету и ни одного храма не было за тысячи лет ни одного язры не было и ни одного храма нормально а почему я стал думать но явно ненормально канонизирует кого ну герасим был герасим в пустыне а почему а у него лев был на нем воду возил лев был а когда умер он лев поднялся и грохнулся самоубийца лев то одного льва не мог обратить а его звали как еще спать герасим а был потом в россии еще один герасим не канонизированный герасим петрович павский переводчик библии на русский язык вот мы читаем пса ты на русском языке евангелие от матфея это он единолично переводил эти книги воспитатель царских детей преподаватель духовной академии переведший ветхий завет везде студентов потом отдельно еще переводили сравнивали и его и даже вообще не знают люди а почему монахи монахи по своей возрасте они это все и делали они не любят библии поэтому они библию собрали не еми ездили да не в жизнь святых они его не признают они без библии спасались они спасались на рекордах в книгу гиннеса кто дольше не ел кто дольше без сна был кто дольше не пил но посчитайте житие то на этом не на том что кто больше проповедовал благовестного находил я сегодня как раз об этом сказать канонизация это фальшь это обман потому что канонизирует иногда грешников и стремятся к этому вот возьмите сейчас канонизировать ну прям плотную подвели евгений родионов солдат пошел воевать пошел в чечню убивать плохо нес службу захватили его там сонного или как отрезали голову а теперь наворачивает мать нашла его но голова отрезанная нет голова в другом месте а крестик на нем но оторвите у куклы и навешивать еще то как она веревочка то она держится то ничего этого не было обман накрутка раскрутка а надо это вот святые не имя ездра больших святых за мировую историю не было мы благодаря им считаем святую библию если канонизировать у русских то павского надо канонизировать переводчика может быть хвольсона давида аврама еще большую часть книг он переводил вот об этом я хотел сказать никакой у меня раздвоенности нету я против канонизации но их признать за святых это и понятно что они святые умерли в этой вере эти люди не изменили вере вера которая привела нас к новому завету вот так что я хотел сказать поэтому я об этом говорил сегодня же отдельно хотел сказать переспрашивать как так и прочее не имя и ездра их нету вот задайте этот вопрос священникам скажи я хочу сына назвать не имя он не будет крестить ездра не будет а в честь какого-нибудь еродивого будет еродивые сына я такие растут но возьмите кто симеон столбник 1 сентября самый настоящий по новичной меркам мазохист он себя терзал мучил еще и маленький был ребенком ну юноша навязал на себе веревку она врезалась в тело и гнила и едва вытащили из тела это храм божий тело храм он уничтожал его его канонизирует они ими и не будут так а что на ветхозаветник так анализировали пророков почему-то канонизированы сая в числе саи можем назвать и риме у нас деревья и риме и ерема или ермак по простонародному у нас есть такие у нас столько имен но два имени этих никак бы не помешали не ими ездра это святые самые самые святые ветхозаветние за которыми не числится ничего кроме великих всемировых добрых дел молитву который бог слышал а где вы знаете что бог слышал где возьмем не емель считать будем вот как говорит вместе с они сами 20 год царя так сердце было передо мною вино он самый доверенный человек был я взял вино и подал царю и казалось не был печален перед ним но царь сказал мне а чего лицо у тебя печально ты не болен этого нет и верно печально сердце я сильно испугался если сталин видел что глаза бегать все человека сразу в гулаг а он молился и и сказал царю доживет царь во веки как не быть печальным лицу моему когда город дом гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем и сказал мне царь чего же ты желаешь слушайте внимательно вот этот разговор вельможи стоят и стоит этот нееме а чего же ты желаешь а дальше я помолился богу небесному и сказал царю как он помолился руки поднял крестное знамение совершил которого не было еще на колени встал нет он только успел сказать господи помоги дома молился и молитву пришли на память перед богом это молитву них был если старю благоугодно нужно всегда так говорит если благоволение раб твой перед лицом твоим то пошли меня в людей дальше видите как если нашел благоволение а как это в новый завет вот эта фраза перенесена люди даже не знают а в новом завете яков уже перехватила это яков которого протестанты и не признают и лютери даже эту книгу яков выбросил и он говорит если угодно будет господу и живы будем эта фраза перефразирована сегодняшний день вот откуда это берется не емя святой его надо обязательно вот этот календаря в следующем году записать и попросить у него прощения и ездры я это обращаюсь к патриарху ко всем папам ко всем архиереем священникам я говорю меня опровергните выйдите скажите что правы монахи которые боялись библии а они библии эти знатоки относились они их не включили только одна причина поэтому герасима петровича пасха вообще люди не знают вот откуда вот почему библия переведена 1876 году в россии 900 лет жили без библии и монахи больше всего препятствовали я много лет думал ну почему архиереи это были против ну как может без библии жить и потом нашел у филарета написано и он говорит царь если библия будет переведена на русский язык и он опечатает в россии будет революция о как они боялись боялись не прокламации не капитала маркса а боялись не протокола всеонских мудрецов а боялись перевода библии на русский язык вот что я нашел и поэтому согласно святой библии я не буду говорить о других канонизациях тут их много вот здесь вот в календаре 1173 святых имени 1173 теперь больше но я специально занимался статистикой не емиезры нету там написано людей даже имена эти не выговоришь а какий где он жил там другой а он ходил никогда не работал по пустыне шатался там все его колонизируем монах он молился мы за весь мир молимся я говорю я что за собак молился за воробьев только я тоже молюсь за весь мир и каждый день перечисляю и путина владимира и медведева димитрия и порошенко петра поминаю эрдогена в греции амана туреева всех поминаем папу римского поминаем и притом не только сегодняшнего вчерашнего венедикта и франциска мы тоже за весь мир молимся но однако и работаем на физической работе а то монахи они сидят они за весь мир молятся придумали какое за весь мир молятся все молятся молитесь за старей за начальствующих не емию и ездру нужно включить в календарь назвать святыми но расположен так канонизировать но будет ли это сделал меня спросят я скажу вряд ли потому что и патриарх и те вокруг него канонизаторы они все монахи они по-прежнему их не любят если не сказать больше потом я скорблю и печались об этом а раз к ним такое отношение отсюда вытекает и к библии такое же отношение и к евангелию они не на первом месте такие говоруны там встречаются священники ну разные встречаются почему они об этом не говорят и мне открыто это молитвенники а мне открыто это буквально в первый день было но сегодня у нас 12 апреля 2017 года среда страстная неделя я прошу умоляю если бы можно сказал бы заклинаю во имя господа иисуса христа сказал бы канонизируйте не еми и ездру что они сделали вдвоем не сделали все вместе ветхом завете весь израиль не сделал а только грешили что они сделали в новом завете никто этого не сделал никто по частям что-то пытались сделать и так богу нашему слава во веки веков святые ездры и не еми молите бога о нас аллилуйя аминь